здорово стратегические же уже ки или скажем красные стратегические же уже куша в красную смерть играем давненько не было на канале этого режима старт и сразу у нас не случайно мне пираты далее так эти долл я не знаю пангея то есть 8 и 9 еще зомби поставлено в общем давайте попробуем с этой фигней взлететь но идея идея партии так как королевская битва пошаговая королевская битва должен остаться кто-то один и улететь с этой планеты так что там у нас вообще способности верх меня на воду точно надо идти сюда пират начинает игру с карты указывающего на закопанное я вижу где на карте отображается виде груз с припасом пират получает особую награду и новую карту за крови за посещение этой локации в рамках бесплатного действия пираты могут сжигать карту сокровища получать новую раз в шесть ходов все юниты получают на 50 процентов меньше урона от воды получают и не получают штраф перемещения от подгрузки и выгрузки на корабль так это я наверно пойду сюда вот этой я поплыву вниз карте надеюсь что они сильно далеко от берега но за пиратов реально круче именно плавать потому что ты так плавая ну короче на всех поменялись нации только один шурик с 2 все еще сектантом на территорию тебя две клетки перемещения плюс еще холмы мешают а на воде видите 6 я не теряю блин уже здесь у меня выживальщики ну зашибись о так вот тут мы наверное поселом попытаемся забрать здесь пойдем здесь пойдем так как мне так наверное я вот сюда спущусь поселом иначе он может захватить мне его ну а этим сюда идем разбираться с лагерем блин далековато чё-то у меня зависло надо как-то пробраться все равно хочу так он рисует ну ладно тоже нормально прочитут у меня выживальщик вот тут имеется можно я уберу свою рожу чтобы видеть да блин не убиралась карта опыт но опыт так себе здоровых я забыла там что это невидимым можешь быть да а а мне да могу быть не на нем только в соседних ты же видишь твою мать да мы тут ни хрена себе мы плотненько на этап на держать тут что-то короче все плохо этом все маршетки большой радован schedules ландом я년 я как надо пожалую поплыву тогда отсюда куда-нибудь от Мне кажется, какая-то кровеная, просто вас что-то засунули, реально. Я хочу сказать, что нас тут четверо. Это вы ученые-антигерои, а там еще чуть ниже выживальщик, буквально. А ты меня видишь, да? Да, я тебя видел. А вот мне за тобой... А нахрена ты антигероями сюда насрал, где я стоял? Ты чё? Так зачем ты его взял? Я не брал. Я как раз ушел туда, а он туда кинул. Я не знаю. Случайно получилось, да? Ну, бывает. А как это, короче, я окружен четырьмя людьми, а ты чё вообще такое? Та же самая фигня. Леша, ты мутант, да? Нет, я пират. Мне кажется, я сейчас быстренько наиграю. Да мы все. Блин, мне надо все-таки возвращаться по селам. Давайте этого убьем. Так. Хабгоид. Тут еще и скитальцы. Вау. Вот это сейчас мутант фаст-плик будет, конечно. Угу. Так, знаете что, давайте-ка мы поплывем. Я же попытаюсь вот тут закрепиться. И поплыть туда. Там явно... Не знаю, я бы тут просто... Просто не участвовал в этих всех битвах. С другой стороны, конечно, стоит подождать, где красный. Ну, тут два хода, я еще не уеду. О. Угу. Так. Выживальщик, у меня есть предложение. Мне немножко надо туда пролететь. Давай, я не буду твой вот этот корпус трогать. Соответственно, и ты меня не будешь трогать. У тебя уже вертолеты, что ты там летаешь? Да. Может. Евгений. Евгений. Помолчим, да? Так ты сможешь своего этого дропа ОБР получить. А зачем нам, чтобы у тебя ОБР-ка была? А можно, чтобы вот Евгений отвечал? Не, ну можно, наверное. Ой, Феонор. Больно. Не, танчик дали. Идут наш танк. Танчики собирают. Так он же пират. Причем, когда забираешь танк, там фраза на украинском, на украинском, да цеш танк. Угу. Тю, да цеш танк. Ну, именно. Нет, там тю нет. Назаль. Вышел мальчик, вынес танк. То есть, я танк нашел по своей карте. То есть, кто-то закопал где-то танк. И мне сообщил об этом. Да, специально для тебя. Ну, а для кого? Для пиратов. Эх, не успел. Так. Ну да, слушайте, туда плывем. Просто нахрен уплываем. О, там еще и... Так, как-то мне так надо сделать. И все-таки куда-то надо высадиться. О! Слушайте. Так это я качественно решил. Жалко, тут вот потерял. Правда, я мог спасти ПТ-команду. Так, а у кого у меня уровень? А, это, наверное, был уровень там, где меня убило. Так, отлично. Постоим, полечимся. Хани тут, разбирай, тут слишком, слишком плотно. Ну и тем более, что идея игры за мою фракцию плавать как раз. Это явно антигерой. Явно антигерой бросил. Тут у нас еще, видите, появились какие-то... Ладно, наверное, пехотинцам пойду. Гляну. А это звуки, это выживальщик? Ставятся, да. Ловушки выживальщик где-то ставит. Блин, другое дело, что вот тут центр получается. Куда-то сюда будет, скорее всего, сходиться. Ну и карту, наверное, карту надо сбросить. Так. Сжечь. А вот туда можно вертолетиком. Отлично. Еще город. Так, пока танчиком просто постою. Блин, тут... Конечно, этот выживальщик... Нет, тут не выживальщик, это скиталец. Мешаться будет. Скитальца может показывать ранее исследованные клетки в течение одного хода, и юниты быстрее перемещаются по лесам, тропическим лесам и холмам. То есть, вот эта пересеченная местность для него норм. У меня, правда, вертолетик, который как бы тоже особо не теряет. Отлично. Ой. Надо как-то сюда пробраться. Я так понимаю, что карта только мне видна. Всем она не может быть видна. Ну что там, как замес? Держитесь? Я пока ни с кем не воюю. А сейчас еще Фейнерс чем-то прилетел. У меня вынесет сейчас, блин. Да там вообще плотничком все. Скитальцы, выживальщики, инопланетяне и антигерои. Фейнерс, может, ты меня не будешь здесь мучить, пожалуйста? Логеря дашь ему? А, ну ты добрый. То есть, я его валил-валил, мне надо его отдать. Катя, а вам не кажется, что два Шурика темплейт? Ну, это хотя бы укает на то, что их нету в Дискорде. В нашем. Чтобы было удобнее переговариваться. Ну, я один из Шуриков. Ты один из Шуриков? Ну да. Бля, а че, подожди, а че у нас семеро... А кого нету тогда? Одного Шурика нету. А, второго Шурика. Там все сложное, там все на Шуриках. Слишком много Шуриков. Ты куда поплыл? Ну, че-то на вертолетом вот сразу, с танком. Что это такое? Ну, я ж пират. Так, пират. Так, антигерой, нечего за мной шпеломить. Так, ты сам ко мне пришел. Не, я говорю, че ты груза раньше... Ну, я пока тут буду стоять, собственно. Мне бы, конечно, еще хотя бы одного поселенца, чтобы просто себя комфортно чувствовать. Я рекомендую, не надо со мной шпеломить. Так, блин. Может, поплыли туда, попробуем там его поймать? А просто еще, может, тут какая-то будет... Так, наверное... Так, плюс семь. Какая-то будет еще земля, где можно что-то... Слушай, Феянор, если будешь меня бить, я на тебе сосредоточусь. Утомил. Я его вообще не атакую. Он все мои юниты ходит, атакует. Ну, сосредоточу. Ну, и не у нас, что у нас у меня не соприкосновения нет. Потому что Феянор на меня двое юниты... Еще у меня в глубоком тулу высадился так, на секунду. Это не высадился, это один вертолет. Называется разведка. Ну, я сейчас высажусь. А что танк плывет, да, следует? Ну, вот сейчас поплывет. Я все на море. Я исследую, что там есть. Я все собрал для тебя, поеду. Исследовать мне еще. Что ты исследовал? Ты море исследовал? Не море, но побережье. Ну, так а я море исследую. Вот все, что вот в этой зоне, что там есть? А я чисто тебя исследую, контролируйся сейчас. Ну. Так, чисто на всяком. Пойдем, надо разбираться с ним, потому что это... Че-то... Ты, 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 ты и тут? Это мне? Феонору. Я предлагаю Феонора завалить, потому что я что-то это, видите, какой-то напряжный... А кем он вообще играет? Коричневым. Скитальца. Да, он же... На море он не может мне ничего делать, понимаете? Блин, тут бы, конечно, какую-нибудь территорию бы... Заиметь. Но нам, походу, придется плацдарм где-то тут делать. Вот тут высаживаться и подсиживать Феонора. Я другому я тут не вижу. А ты уверен, что это не антигеройские грузы? Да, уверен. Отличаются. Есть способ. Просто это способность антигероя могут вот такие же грузы выкидывать. Я, по-моему, их не собираю, потому что я хрен знаю. Хрен знает, чьи это. Да, слушайте, походу тут нету никакой... Территории, к сожалению, где можно было бы высадиться. Да ты... Как? Откуда у тебя юниты всюду? Феонор. Потому что пока вы там четвером вмещались, и я тут просто... Кусот пинтинента такой под меня выпал. Это вообще честно? Ну, я понял. Выглядит нечестно. Это ненормально, это нечестно. Ну, неужели тут больше нигде реально земли не будет, чтобы что-то найти можно было? Ну, удивительно, до сих пор никто не проиграл. Даже зомби не проиграли. Что еще бы людей? Немножко еще дальше проплыву. Плохо же, я ничего не собираю, просто плаваю. Но я надеялся, что тут хоть что-то будет. А выглядит как ничего. Еще тут попытаюсь... Ну, вряд ли тут, конечно. Вот тут повезло только с этим островом, и все. Блин, жалко, а эти щиты не защищают от лов... Это было бы слишком. Не, ну это было бы мощно, я согласен. Это же было бы пикачево. Классно было бы. Вообще, антигероев бы, конечно, лучше до лейта притушить. Да меня уже тушат со всех сторон. У тебя попка горит? Куда не пойдешь со всех сторон еще нет. Да кто тебя тушит? Чисто так вот. Просто у антигероев плюс 10 в трех клетках от границы безопасной зоны. Это очень... классно. А я так тут разведываю. Может, способность там надо как можно больше территории увидеть, то есть чем там, то и как дойдем. И ни хрена, да? Да. Вот знаете, на такой вот территории тут ничего не может быть. Это как, знаете, как льды. В ЦИВе. Да, ну и тут ничего не будет. Ладно, высаживаемся. Тут я поплыву танком еще. Потому что тут... Так, а где у нас сейчас... Красная... Где у нас сейчас зона будет? Ой, так она мало. Схлопнулась пока. Да, тут все собрано. Да, тут все собрано. Ну, я высажусь, чтобы полечиться. Мне надо как-то вот это собрать и попытаться напрячь тут скитальца. Причем надо на территории без холмов это пытаться делать. То есть вот на этих равнинах. Ну, вообще, мало я собрал юнитов, прямо скажем. Еще и, смотрите, варваров нигде не появляется. Чтобы с ними можно было разобраться. Ну, главное, что мы с краю еще находимся. Тут главное, мне кажется, от края играть. То есть, я уверен, что вот у меня в спину никто не ударит, например. Блин, все собрано. Вы прикиньте. Все собрано. Так, ну что, попробуем. Этот у меня прокачан на силу, блин. А если бы был прокачан на холмы, я бы, наверное, попытался все-таки туда сбегать. Но сейчас попробуем и так сбегать. Потихоньку. Ладно, в конце хода им ходить. Его просто так не убьешь. Блин, слушайте, кстати, я поражен, что мы все еще в игре. И даже зомби еще в игре. Я ему, по свидетельству, захватил зомби, но он как-то еще одного где-то нашел. Да, самое странное, что зомби в игре обычно долго не живут. Девять фракций. Уже такая карта маленькая довольно для девяти. Я тут, походу, кому-то место освободил вот здесь. Вообще, слушайте, странное дело. И вот тот груз, который кинул антигерой в меня, вот, помните, я говорил, что он туда кинул, но я раньше ушел оттуда. Так вот, я почему-то его до сих пор вижу, и он еще и засвечивает территорию вокруг себя. Да, это нормально. А, это баг. Да, мне то, что было. Скал, буду в конце хода ходить, походил первым этим юнитом. Молодец. Логично. Ладно, антигерой рискнул. Я знал на 90%, но все равно там территорию тебе засвечивать не надо. Прикол в том, что я не вижу тут территорию, где я скинул раньше груз. Как? Ну, я вижу только ту территорию, когда я сейчас скинул груз. А старые грузы я не вижу территорию. Хотя Леша вон говорит, что видит ту территорию. Да, но я только эту вижу. Вот та, которая на меня кидалась. Только вот там, чистый радиус, ну, в одну клетку вокруг. Инопланетянин, помоги, пожалуйста. Сейчас помогу. Оп. Минус чилиния мутант. А кто убил? Я даже не понял, если сейчас... А я, типа, откликнул. Вот если бы мутанта не убили сейчас, мы им бы этим... Все-таки надо было тебе помочь, еще денег. Так, ну вроде ушли отсюда. Вот так у тебя карта. Так что я должен... Открывается огромная. Да, блин. Да, я вижу. О-о-о-о. Ну я не хочу ее сбрасывать. Мне кажется, я должен до нее добраться. Да, лучше не говори, что бы интереснее было. Да, просто сиди, наблюдай, как мы воюем. Зомби вообще по-кайф. Как же приятно заспауниться антигероям в центре карты. Да, блин, я не понимаю, как ты... Я, короче, прохожу юнитом в любую точку, нахожу твой юнит, пытаюсь отступить и в этот момент... А есть какой-нибудь рядом с Феонором? Ну я его вижу. Давай я его с другой стороны... Буду... Мочить. Ну тут просто через реку и в лесу, и, надеюсь, хоть какой-то этот... Так. Апа не будет, к сожалению. Ну что, у него прям много юнита. Ну у меня тут я вижу два вертолета и пехотинец. У него есть корпус пулеметной роты третьего левела. Ну зачем? Зачем ты спойлеришь? Ты же видишь всю карту. Надо пытаться тут что-то сделать все-таки с ним. Ну то есть минус пехотинец, это понятно? А ты откуда там? А я грузы собирал, ходил вдаль. Да я вижу. Франчик мне в лицо выехал. Щиты открывал, собирал и пытаюсь сейчас валивать. Потому что там еще два юнита. Но они походу помрут. Ну по крайней мере я один же нет. Минус зомби все-таки. Да блин! Антигерой, да хватит за мной гоняться. Вот шутилец. Так это не я. Угу. Блин. У тебя, поселенца, варвара захватил. Вот ты у меня его. А я иду тебя валить, видел, что ты куда-то ушел. Я смотрю, поселенца халява. Слушай, типа я его видел, я мог его тоже захватить, но я по-быстреньку, по-быстреньку свалить от тебя хотел. Буду просто тупо тут стоять ПТ-командой. Выживать. Но мы не можем захватить этого посела, потому что как раз у ПТ-команды сила против вертолетов. Я все пытаюсь добраться до этой карты. Ну вот он, конечно, тут жирно собрал. Вот мы там появились все вчетвером, а вот Феонор все тут пособирал. Блин, буквально двух ходов я не дотянул до зоны. Боже, там люди затланы. Скажите, а все видят мою карту или только я? Только ты. Да, и в этом, и частичная имбовость этих... как пиратов. Да, увидел я корпус пулеметной роты третьего уровня. И как пропегает по холмам или сам. Ну тут такая... Тут сейчас территория, где мы собрались, тут равнины, так что я не думаю... Самый мощный юнит в этой игре это вертолет на самом деле. Ладно, сбрасываю карту, потому что это трындец, я не могу до нее добраться. А, ну, а сюда еще проще стало, да, добраться? Видимо. Ну, походи! Да. так может поплыли надо попытаться этот корпус убить я правда не знаю мы тут не соединены никак но попробуем не должны убить мне кажется я тут зона канал может на воду конечно поедет надо сюда на расчало прыгнуть да блин ну как так за что тебя там еще и не сбилит что ты говоришь говорю одни не ставишь увижу красной зоне то он сейчас сам помрет можешь не тратить на него да я не буду я надеюсь что кто-то пойдет в лагерь бить а я прыгну и заберу его да мне тут грузы падают немножко а я блин только один собрал и его только что вынес так нас семеро на такой карте наконец-то это зомби блин тут могут убить меня блин может сохранить все таки вертолете боже я я то убью вертолет но этот подходит видимо на два выстрела прокаченный да 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 а там инопланетяне нет не на планете там эти ученые сумасшедшие ну короче море мне не очень помогло к сожалению я надеюсь что этот лагерь варваров я как-то сейчас заберу надо будет высадиться вылечить вертолет тут просто перекинуть сюда надо как-то пытаться с учеными разбираться у скитальца слишком много юнитов хай с ним кто-то другой мутузицы я забрал там лагерь но потерял кого я потерял какой-то юнит потерял зона флопается на суше или возле моря пока на сушу вроде раз соединю ну нам надо не дать фианору главное его взять у него и так слишком много я не буду тебя валить я как бы тут высадился именно чтобы он не мог подойти но там где-то недалеко там где-то недалеко вот сверху должна быть это корпус корпус пулеметов третьего уровня герой маска зайдемся вверху слева очень на это похоже я не понял что за фигня я нажал на одну клетку а у меня юнит вообще в другую герой маску я не понял что я не понял он везде реально этот скиталец может мне сюда вернуться высажу здесь чтобы чисто полечиться прикол блин а где еще вообще люди то есть скиталец смотрите у него тут вертолет и он вот тут все считаете контролирует где люди то а еще вот ну то есть я вижу этого аморального ученого и я здесь вот мы втроем а где еще еще пятеро господи минус минус сектант эхо кто его убил для меня где-то 1 сказал и потому что увидим мой так наверно датакать этот подошел по моему тут я наверно забираю этот надо будет про атаковать в конце хода скитальцы антигерои инопланетяне их явно дофига юнитов фанаты кстати не выпали тут ядерок все не летает никак ну не честно аморальный ученый кого 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 тревожат в этом мире честно на то он не аморальный но ты видишь что ты получил отлично блин может реально туда поплыть давайте я наверно так и сделаю мы увидим правда куда схлопнется если там вообще невозможно будет высадиться то бессмысленно будет но посмотрим главное но какой-то лагерь правда есть так фианор если ты это сейчас делаешь я присоединяюсь к буллингу тебя так это всем надо вы вывезли вы не понимаете сколько у него юнитов вы не видите сколько он собрал тут этих городов какой уровень у него юнитов санкчури димене щас на кто евгения убил я все да пробую как-то вот так прорваться туда а что много еще нора юнитов да очень я вообще просто как ты положенной стороне я не могу показать ну как бы он не уже дошел короче нам тут надо шухариться благодаря тому что все-таки море можем использовать можем перемещаться далеко на разные расстояния этим танком и пытаюсь добраться до то есть а может сжечь ладно это слишком далеко о вот это поближе видите хорошо но я только один раз до карты добрался мне дали добраться ну минус один минус один кто минус один юнит ему сделал молодец поддерживаем интересно это антигероя или настоящий припас фиг знает короче да ну для меня кажется антигеройский вот это валяются точно кажется тоже антигеройский стоит проверять не стоит а ты невидимый да классно способность ой смысле понял блин ну так бесит что эти что личные покой мы одинаковые с болотами поэтому ты не понимаешь частично блин тут аморальные ученые а где антигерой инопланетянин да антигерой инопланетянин вот видите он ушел значит тут он у него тут явно нету преимущества по юнитам я думаю что какие то ловушка но я должен попытаться тут видите так уже недалеко а сам не все равно так надо именно через через эту территорию лезть странно я вот инопланетян и антигероев только в начале игры видел сейчас хожу тут уже брожу тебе танк добивать или нет ну я бы мне вот туда наверх надо пролезть окей договорились у нас есть общий враг так три хода три хода до уменьшения и нас пятеро да конечно вот тут как-то нас то есть нас четверо вот тут будут тут тут был скиталец получается нет даже не тут вот тут был скиталец тут был скиталец тут появился я здесь уже был инопланетянин и здесь был антигерой мы вчетвером вот на таком маленьком кусочке вот тут куча территории у скитальца там низ китай выживальщик выживальщик тут был сорян выживальщик а у скитальца вот тут куча территории да лол блин единственный раз 2d режиме не зато цикл и все не это что-то далеко друг руки у меня почему-то юнит не стреляла я не понял почему ядерки вы будете бросать нет когда ядерки ждать то ядерки еще раз о кто это нарвался я думаю скиталец ядерки еще рано то есть у него миллион юнитов и ядерок еще ну да но зашло тут лет откуда еще один ну догадайся только что упал нет карту меня там было чудо я там всего два танчика не волнуйся лишь мы тут с аморальным ученым пока договорились о блин да да то если мы начнем воевать то я тебе неметно вынесу танк а ты мне танками вынесу все остальные бессмысленно ну вот сюда эти хрен попаду давайте сжигать еще лучше ну кстати вообще сюда наверно можно было бы проплыть как-то проехать блин и это тут чё делать но за границ он тут антигерой туда лучше не лезть потому что у него плюс 10 к силе там так это я так понимаю антигерой накакал да вот этого андовать ее разминирую чтобы не мешалось а снизу а снизу а снизу этот я нор серьезно кто это кинул ну наверно наверно все таки не феанор итак с вами интересно играть вот я всех кто молчит на хрен надо с вами играть ну феанор наверно кто еще у меня ядер ну я у него там юниты тоже стояли поэтому но блин мне почему-то не кинулась 2 вас на груз кину понравилось и даже не знаю что за ним делать можешь умереть умереть не умру ну блин этот выживальщик своими ловушками в центре карты последняя возможность использовать морские эти морские пути блин что делать я даже не знаю где мне теперь по силам вообще отсиживаться все как-то плохо вообще по озерам надо кстати перемещаться быстрее будет я буду стоять здесь захочет меня убить х и убивает так здесь надо да может не будешь меня мочить хи 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 но я даже не знаю блин не получу да блин трындец просто я думаю тут скиталис повезел вот еще у него очень много юнитов просто очень много он везде точно большая вот так вот так и вот так находится это очень большой контроль карты просто ну посмотрите вот раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять как минимум десять руинок она поплыли я даже не успел ядерку пустить ну неправильно так ну пусти ядерку давай но у меня кончилось у юнита это хрень ну все я сейчас помру ну надо как-то до моря добраться по силам сколько мы сейчас будем получать урона 30 да но это на четыре хода для тесто где инопланетяне тут уровень но мне надо успеть еще этот уровень взять сначала сюда перебросить взять уровень только тогда что-то что-то будет ты фигню взял честно говоря ты меня не захватываешь зачем ты так умрешь лёша я тебе пришел захватим я там я там сам умираю ладно хоть увидишь карту но у меня честно говоря ощущение что тут скиталец побежать потому что такое ощущение просто он всю карту контролирует я где не совсем тут есть шанс подожди ну ты же видишь карту уже типа не спойлере я просто говорю что если вы втроем объединитесь то возможно вы и не увидите но вред так ладно я буду уходить уже всем спасибо за игру и пока до встречи спасибо за игру спасибо втроем втроем нас же четверо втроем против него что-то мол байкер целый таймер наверное куча юнитов все-таки да минус посел видимо ну кайф ну все тут для меня думаю уже все пойдем в пустошь умирать карта так и не сработало отлично отличная способность у пиратов вообще не добраться до нее до одной карты только смог добраться не до двух до двух правда вот тут у меня моральный ученый не убивал вообще не представляю что я мог лучше сделать вот тут по побережью получается я высадился единственный остров который я достиг здесь вот тут тут все вообще никакой территории не было я не мог добраться здесь все собрался на линза тут если кто-то может скажет сюда поплыть так тут инопланетянин был он все собрал поэтому без понятия вообще что я мог лучше сделать не появляюсь даже варварские эти две варварских как его два варварских лагеря только я забрал да ну 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 я просто надеюсь что он меня заберет вертолетом нет он решил не забирать чтоб он тут остался и получал урон а ты же у нас хост то и что и у нас хост жажа забери посела да нету чем ладно я следующим ходом подойду ну тут как бы бессмысленно ну сейчас посмотрим я когда закончу нам вся карта откроется и мы увидим как они смогут ли они что-то вдвоем ну у антигероя очень крутой бонус плюс 10 у границ это очень сильно это это очень сильно ну то есть это считайте первое корпус это как армия получается то есть против корпуса пулеметов можно только армией будет нам лучше не воевать сейчас антигерои еще интересно у кого сколько ядерок мы пока видели только одну ядерку в использовании они явно насобирали их пираты не выжили ой сколько у него поселок ну два вообще два это немного а так это был твой последний юнит ну у меня как бы вариант либо там это просто конкретно последний прям последний юнит то есть у меня не было армии да не ну как тут как ты будешь хотя интересно хотя не у него корпус корпус хотя ну вы знаете наверное есть возможности есть давайте посмотрим а вот армия четвертого уровня пулеметного не знаю вот сюда бы ядерку конечно бросить еще вертолет ему дали ну тут надо мне кажется армию вертолет ну просто я считаю что тут скитальцу просто вот повезло с территории вот это вот это вот все он смог собрать а мы получились я здесь здесь выживальщик здесь где-то антигерой появился и здесь где-то инопланетянина может быть и были еще возможности просто очень много у скитальца территории так а сколько у скитальца поселов 3 да у инопланетянина 3 у них всех по 3 посела кстати даже 4 у антигероя средства столько ирсы зло хотя сколько 22 орсы зло и больше сезоне у кого нету из игроков и больше сезоне у кого нету я ну блин антигерои все-таки мало я не зале я не вижу здесь все-таки как можно ладно не будем просто отойду вау это конечно 5 уровня прокачивания пулеметная рота 5 уровня это круто прокате на его месте несколько пусилов удалил мне кажется я тебя не открою а пятый уровень это последний пятый уровень юнитов последний или еще выше есть в смысле какой у них например пулемета шестой последний опыта команды вот песен мой но сейчас 6 будет вот и 6 уровень у пулеметные роты 1 2 корпуса вертолетов 3 корпуса я бы к себе делал не три корпуса лучше две армии вертолетов они три корпуса уже есть на пулеметная рота армия 4 уровня ну по идее твой бонус должен нивелировать армию ну то у него 90 в ближнем бою у меня 117 я как бы убиваю но все равно неприятненько ли я тут короче сижу и прикрываю с мирными жителями самом деле фянор что-то очень сейфово играет ему по-хорошему стоит идти вперед забирать этих поселов и когда ну выйти у антигерой 3 юнити я понимаю что он не знает сколько антигерой юнитов но тут пару потерять чтобы добить антигероя вообще изи ребят когда ядерки будут давайте устройте какой-то этот action да это все все юнитами двигает двигают а для антигероев свои и чужие вот эти припаса не как-то по-разному отмечаются так она какой-то бага на она то отображается по-разному то нет меня же понятно где настоящий я же тебе говорю что отображается как припасы обычно то есть ты забыл куда-то кинул то все да так ну вот это я думаю антигеройские все-таки припасы мне кажется просто фианор типа их чтобы они не лежали понятно центре карте так слушать а у фианора два посела только а а вон за вот видите что он решил захватить этого чтобы выманить его юниты кстати он мог бы отсюда выстрелить он бы убил эту пт-команду и забрать другое дело конечно минус тридцать пять хит-поинтов было бы да red death expands он тут еще и в пользу фианора зона схлопнулась им сейчас придется на него выходить меня слышно да теперь да может потом фа-6 стартанем поздравлю хочу так чувствуешь ядерка прилетит ну честно говоря тут уже непонятно все понятно что с китайцы победу посмотрим конечно я вообще даже не писать даже и уже ядерки не помогут щемить фианора я не знаю он смотрит мне сейчас наверное понятно понятно 2 юнита осталось у антигероя но это не поможет ну я не знаю стоит ли тут держать интригу но мне кажется нету шансов просто весь это не спойлер но у фианура 16 военных юнитов которые и как вы понимаете там большинство корпуса и армии к тому же ну сейчас посмотрим по процедентам так он тут у меня их забирает и забирать их не отдаваемый либо у тебя и либо в красном виде четыре пять шесть до 16 у боже туда только на школу это ужас просто он блин откуда ты этот юнит у тебя появился чет не увидит а там прилетел этот припасы ну фиануру вот тут припасы прилетели ну это все видите без шансов я думаю короче сейчас наступать зеркал задавит туда бросать под моего под мою пт команду на две клетки ниже ну да ну да подожди прикол причем фианор прям вот только что эту ядерку я так понимаю получил вау вот наконец-то экшенчик начался то сидят что-то двигают юниты тудой-сюдой так да конечно вот сейчас не все так однозначно кстати кстати фианору фианора просто убили все его армии вы посмотрите остался только корпус 1 нам как надо вместиться есть такое еще способность какая перемещаться по холман показывает ранее исследованные клетки он типа видит где мы находимся все умерло ну я вам хочу сказать что вы все ядерки качественно покидали это было красиво она смотрите у меня вы оба заселок умерла в красной смерти сейчас вы видели да я видел который корпус стоял там нет ну а корпус то что за пт а не потратил а красная смерть да кстати странно там он был полностью хп ну типа баг не знаю этот баг но там жизнь баг с двойным уроном и смерть она 20 должно было остаться как тройной урон но лично и раксис об она урон в красной смерти день и все равно считаю скитались тут победит в любом случае тут ну все равно армии его ну что у анти героя пулеметная рота и пт даже с плюс 10 у инопланетянина ну тут конечно качественно армию скитальцу убила вот тут две ядерки я бы конечно на месте фианора сейчас тупо отошел день тут сховался блин вы бы видели в красной зоне сколько варваров вообще вот они как зомби к вам типа движения и не забираем путь рейнджер как я не знаю рейнджер вот я не знаю сейчас узнаем сейчас инопланетянин может проиграть просто потому что у него вороза целоваться понимать тебе и пулеметы а вот забрал антигеройского ну тут все тут сейчас все очень не очевидно зря ты то есть ты хочешь сказать что антигерой вот этим одним юнитом сейчас тебя убьет всего и у меня все раненые они еще убирающие поселенца вообще у скитальца только один да конечно вот тут ядерка вот это ну короче я могу сказать что вот эти две ядерки которые инопланетянин кинул это просто решающий он скитальцу сколько три армии накрыл понимаете что я удалил вселенца вторую я думал что сейчас заберете скиталец или оставил того что возник антигерой как не играть там пока там нету антигероя больше правда где у тебя посел не знаю как и им выжить ну кстати что если будет кто-то сильный да темириться понятное дело но без импы хотя бы то как-то это слишком нечестно один сказал куда кидать другой не ну слушай это я видел эти юниты сам а там же все равно нельзя кидать в невидимую клетку мне непонятно но все равно как там вот они не формат так ну у тебя было 18 юнитов круто у меня еще ни одной ядерки не было вот та которая кинула первое это гривен я чисто сидел вот эти юниты и поэтому не понимал то ли мне выдвигаться вперед давить пока у меня не спутнили в одну волну то ли наоборот оставлять чтоб они не попали не блин у тебя там конечно я вообще не представляю как ты проиграл сейчас блин 16 юнитов из которых там три армии корпусов наверно штук 9 просто охренеть ну может кстати твоя ошибка что-то кинул я дырку в инопланетянина они в антигерое у антигероя в тот момент было вообще только два военных юнита это армия чини армия корпус пулеметов и корпус pt все два юнита было кстати прикол что невидимые инопланетяне даже наблюдателям не показываю у меня сейчас такая ситуация не знаю погулять что-то сделать мармарю мешать из мне варвары может были бы танцы не там вот эти две ядерки конечно очень качественно прилетели там просто вся вся основная армия шума я думал собрать из термоядерка вода нет примет мне кажется главное еще ошибку накажетному тот армию накрыл инопланетяне еще кажется фианор зря вы инопланетяне накидал я дырку потому что ну юниты инопланетяне они по силе типа равны скитальцу а у юнитов антигероя плюс 10 и получается и получается за крайний день я тогда в антигерое взбернул что-то ядерку ну просто не понимаем ситуацию ну что делать это он что-то слишком рано мне кажется бросил там вполне видите он может выйти и вылечиться все спрятал все юниты немного ну что-то поспешил мне кажется блин мы вообще юнитов инопланетян не видим формально для вас я проиграл а два хода до схлопывания варвары захватили ну я думаю это не проблема меня спасет только груз с и он будет конечно держи а на стоянке желательно пицца это все нет а зрители такие юниты мои появляются только все вот для того как ты их захватываешь да что это конец вообще давай забираем опа блин не успел спрятать да блин танк появляется и сразу умирает да но я все равно бы ничего не сделал но это весело ну где юнит это а вон он последний да я сдаюсь давай да ну вот это партия конечно да больше всего сражение кстати у феанора было так он там с самого начала кстати мне показывают только антигероя себя ну ну вот этот как в него ядерка прилетела он потерял раз два так подожди что-то 9 14 то есть как минимум пять юнитов которые армиями были спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока играйте в комментариях 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 Продолжение следует...